всем добрый день давно уже не выбрасывал видео то руки не доходят то что то не получается вот на данный момент вот что имею значит есть движение по оси y так вот реализована довольно точно получилось все с алюминиевого профиля при этом биение фактически никакого нет то есть тормозну изгибов тоже то есть малейшее движение вот крайнюю даже точку вызывает движение значит это у меня ось x это меня ось y так она мне реализована потуже ходит но по-моему изначально ходил лучше но она без веса то есть такое решение вот как комбинация движений x и y ну соответственно надо еще движение сделать здесь ось z значит есть много нареканий по поводу того что ну грубо говоря из чего сделать алюминиевую основу направляющие там но не суть важно просто я нашел дешевый способ хочу поделиться как это я делаю значит суть в чем положил одни направляющие из алюминиевых профилей поперек другие чтобы плоскость нормально задать выложил три штуки которые я выравниваю прижал зажал струбцинами их так вот у меня получилась плоскость ну не супер идеальная но почти идеально потому что лежит она на профиль ну который сам по себе ровный вот потом делаю вот такие такого плана насечки в них просверлю отверстия и буду крепить одна грубо говоря ну и старается на меня лежит тип такой то есть так я скрепляю профиль и у меня получается площадка не надо покупать сантиметровый кусок алюминия пластину который стоит бешеных денег проще из профиля нарезать это и проще и дешевле единственно что минус конечно расход по винтам то есть придется придется сделать но в общем система мне это понравилось пользуйтесь кому интересно как по итогу получилась площадка срочная довольно ровная единственное что винты длинноватым у меня других нет то что больше вес к этому всему добавляют зачастую винты а не алюминий вот никакой фрезеровки дорогостоящий никаких толстых дорогостоящих пластин все с дешевого профиля можно нарастить любую значит любой слова сложности фигуру еще фишка которую я использую значит предположим у нас есть вот такие профили они зачастую кратные то есть если здесь 30 то бок идет 15 на данном случае 20 вот у меня профиль 30 на 15 вот так чтобы скажем так сделать систему жесткую в обоих направлениях я их начинаю скрещивать вот так вот буквой g так добавляя жесткость и в таком направлении грубо говоря и в продольном то есть вот так вот я их сращиваю это же я использовался на станочке на для оси x стоек так вот кому-то на заметку что еще хотелось добавить это из того что сделал я еще потробнее так камеры по наезжаю в этот раз расскажу про валы и про свои ошибки значит ошибкой было взять вот эти вот валы 12 миллиметров под низ потому что они работают под нагрузкой и прогибаются придется мне видимо сокращать эти опоры хотя бы сантиметров по 10 чтобы увеличить жесткость что еще что еще первое нижние вот эти направляющие который большой вес держит в идеале про все таки рельсового типа вот в этот раз я расскажу про направляющие для станка чпу вот каретки здесь у меня использована такого вида каретки вот такого вида значит одиночные здесь у меня три стоит 1 2 3 экономлю сделал тройную вот здесь у меня их 3 если у меня их 3 что хотел добавить они идут коротенькие одиночные покажу видео какие лучше брать потому что геморрой на каждую по 4 винта когда можно было взять одну длинную используя 4 винта на весь крепеж и не не подгонять потому что очень сложная оказалась подгонка тем кто не разобрался с подгонкой а сейчас я покажу какой косяк у меня был с подгонкой ваял ваял оказался вот такой косяк сейчас не закреплено специально расслабил это ось даже не закреплена в этом месте 4 то есть там закреплено все здесь нет смотрите какой эффект получается вроде бы все нормально идет легко хорошо с не считать того что происходит в конце то есть оси подогнать как казалось не так уж и просто пытаюсь как-то это решить пока не придумал как так вот как я делаю значит креплю одну ось намертво потом креплю один крепеж оси 2 а четвертую ось которая грубо говоря ну должна быть для выведения нам понадобится потому что очень сложно словить параллельность делаю большие отверстия такие с запасом миллиметра по полтора в стороны и зажимая подгоняя уже выставляю иначе невозможно практически ничего выставить что еще интересного из моих ноу-хау не сходит на четырех таких каретках здесь у меня использовано три как бы кто знает геометрию знаю что для задания плоскости достаточно всего трех опор то есть у нас грубо говоря три пальца три опоры для задания плоскости достаточно трех опор как только появляются четыре опоры все равно у нас опора идет на три а четвертая конечно она будет жестче но четвертая опора она зачастую добавляет геморрой с настройками это как стул с четырьмя ножками с тремя стул четырьмя ножками зачастую даже на ровном полу всегда колышется а трехножечный стул он никогда не имеет проблем с установкой то есть пришел к тройной системе сэкономив при этом еще одну каретку это так всем подсказка кто будет собирается пытаться значит это по поводу того что сделано но еще как бы работы куча по механике винтов здесь еще нет значит следующем видео расскажу про электронику значит того что у меня пока приехала значит приехал такой блок питания он довольно интересный необычный точнее обычно предлагают брать на 350 ватт но я нашел на 400 и дешевле процентов на 20 чем 350 ватт подскажу поставщика если значит приехал у меня такой вот один драйвер таких у меня будет два и третий попроще вот он как выглядит это драйвер для одного значит шагового двигателя такой вот он ничего еще не запускал не пробовал что еще что еще но это просто комплект usb кабель приехала такая штучка не буду пока доставать чтоб статические и не убить это уже для подключения к компьютеру имеет выход usb и лтп выход дешевый вариант вот ну короче будем как-то это запускать следующее видео расскажу про электрику значит по поводу валов направляющих кареток значит суть в чем я использовал каретки вот такого плана значит как они обозначаются scs 16 что означает две буквы у а не например л у у соответственно длина получается каратыш который я не рекомендую использовать а брать сразу вот такой длинный вариант л у у соответственно обозначение используя всего четыре винта меньше геморроя и собственно уже можно использовать как готовую одну направляющую они собирать из двух таких еще нюанс сами эти валы грубо говоря полированные рекомендую использовать только при диаметрах от 16 миллиметров и выше у меня используется 12 с этим на косяк 16 а лучше 20 вот тогда можно использовать как основные нагрузочные а так желательно только для оси z ну край y но x конечно лучше использовать рельсовый однозначно вот в идеале конечно все такие направляющие но это больно почерява потому что вот одна гайка грубо говоря сама каретка стоит почти 2000 россии вот это еще без рельсы рельсы еще наверно раза по дорогам либо использовать вот такой вот вариант рельсовый направляющий то есть здесь идет рельсовая опора в сборе с валом грубо говоря так опишем и идет каретка такая разрезная наверх и и опять же вариант лучше брать не каратыш а сразу же удлиненный чтобы иметь меньше геморроя вот вкратце про то что как выбирать где искать в принципе там спрашивать и буду ссылку сбрасывать потому что ну чтоб не рекламить и так уже обрезал как смог чтобы не было видно рекламу в общем как то так